Внимательно наблюдал за хором Красная Бассейна. Выступление на площади Нахимова, вдов, и потом был конкурс коллективов. И я послушала, я получила такое, как говорится, удовлетворение. Я случайно попала сюда, я пришла, прослушала, я совсем недавно. И я вот им посвятила стихотворение. Здесь они все такие славные, благородные. Вы понимаете, не смотрите на возраст. Они все душой молодые, прекрасные. И хочу сказать спасибо за песни, в которых живете. А песня – это жизнь, от нее не уйдете. Эмблема Гвоздики рядом с песней шагала. На каждых концертов ваш хор представляла. Я слушала вас, и хотелось так слушать. Спасибо за песни, благородные души. Скажу вам спасибо здесь поющим солистам. Ваш Войлос достойный прекрасных артистов. Желаю вам хор многолетний. Желаю здоровья вам хор многолетний. Достойный названия «Красные Гвоздики». Это потрясающие слова, потрясающее стихотворение. Я, понимаете, я восхищена, просто влюблена в руководителя Татьяны Васильевны. Понимаете, я не могу сказать. Я только одобряю ее талант. Благодаря ее таланту она могла сплотить такой достойный коллектив. Она слышит каждый голос, каждую ночь. Как кто поет, кто чем дышит. Понимаете, спасибо, Татьяна Васильевна, если вы меня услышите. И я бы хотела, если можно, скажите, вот «Красные Гвоздики» о Севастополе написала, просто от нашего коллектива. «Севастополь священный, город славы, герой, гордое имя свое, ты несешь над землей, ты обид и слезою, и прославлен двоя, подвиг твой, незабытый и победный твой шаг, святопамят хранивший, исторических след, ты в бессмертии оживший, в обелиске одет. Не забудем, герои, исторических дат, четырех адмиралов, что в граните лежат. Ты рожденной легендой, тебе славу поют. Гюнс, матросские ленты, здесь веками живут, черным морем соленым омываешься ты. Мы гордимся тобою, славный город мечты. Так живи, умножайся, Севастополь родной, неприступный Акрополь, город славы, герой».